Приветствую вас и давайте попробуем пройтись по тем асбектам, которые можно применить для того, чтобы постараться нормализовать ваши отношения. Во-первых, вы пишете, что началось у вас все с того, что вы изменили своему молодому человеку в самом начале отношений. Судя по всему, судя по тому, что он до сих пор не готов вам как-либо эту измену простить, судя по этому, можно говорить о том, что измена не была в достаточной степени вами как-либо проговорена. То есть, что это значит? Это значит, что у молодого человека остались какие-то невыраженные обиды на вас относительно того, что произошло. Он, скорее всего, не понял, что заставило вас изменить ему. Что толкнуло вас на данное поведение? Что заставило вас ему изменить? Понятно, что в принципе и в целом понятно, что вы, наверное, сейчас как бы жалеете о том, что сделали. Вы жалеете и вы не хотели бы этого. Вы хотели бы все-таки как-то ситуацию исправить. Но поскольку сейчас уже ситуацию исправить нельзя, невозможно, она, эта ситуация приобрела, скажем так, необратимый характер, то вам в этом случае нужно сделать примерно следующее. Вам надо поговорить со своим молодым человеком. Вам нужно выявить, какие моменты для него остались сейчас наиболее актуальными, какие моменты для него сейчас остались наиболее болезненными и еще раз их проговорить. То есть, пусть молодой человек выразит еще раз все свои эмоции по поводу измена. Пусть молодой человек еще раз придаст вам всю свою боль, все свое раздражение, раздражение и так далее. Вы, в свою очередь, постарайтесь объяснить ему, что вас подвигло на измену. Что вас сожгнуло на нее, чтобы молодой человек понял. Дальше. Дальше вы пишете такую вещь, что молодой человек кричит на вас, бьет вас и так далее. Смотрите, тот факт, что ваш мужчина, поднял на вас руку, говорит о нем в не очень хорошей свете, к сожалению. Это как минимум говорит о том, что он вас не уважает до конца. Он вас не ценит. Он не воспринимает вас, как именно любимую женщину. Потому что любимую женщину, уважающую себя, мужчина никогда не удалит. Это значит, что мужчина не уважает себя. Он в себе занимается и это очень здорово проявляется. В том числе он ревнует вас, потому что ревность есть. Вследствие его не увернуть в себе и страх вас потерять. Вместо того, чтобы делать вас счастливым, мужчина вас ревнует, чем еще больше от себя отталкивает. И это тот же момент, который вам нужно понять, что мужчина переступил определенную черту. И вам теперь нужно какое-то время, ну, желательно, побыть раздельно, чтобы, во-первых, на расстоянии друг от друга перерасмыслить то, как вы видите себя в отношениях, и то, как вы видите своего партнера в этих отношениях. И это поможет вам понять, какое будущее у ваших отношений. Дальше. Вы не можете его отпустить. Это эмоциональная зависимость от вашего молодого человека. Значит, в этой эмоциональной зависимости есть определенные свои причины. Какие это причины? Это то, что вы получаете член этого молодого человека. То есть, какие-то ваши желания, стремления и потребности. Вот об этом нужно подумать отдельно. И постараться эти потребности уровень смотреть. Чтобы это было напрямую. Чтобы вы не зависели ни в чем от своего молодого человека. И тогда вам будет легче, проще. Когда вы будете объективно воспринимать его поведение. И более четко, не зашелены, а смотреть на него глазами. И не только его женщины, но и человека вообще. И с этой точки зрения мужчина поступил очень плохо по отношению к вам. Он вас бьет. Если мужчина поднял руку, он, наверное, остановится. Поэтому в этом плане спросите себя, ради чего вы это дербите? Ради чего он? Учинник, который бьет, которым материал лечит и так далее. Он вас любит? Решать, конечно, вам. Но со стороны такое ощущение, что молодой человек просто вас использует и пытается сломать, полностью подчинив вас своей воле. Ведь любовь, это желание делать человека счастливым. А вы не счастливы. Ведь как вы можете быть счастливы, если он вас совсем ограничивает? Как вы можете решить быть счастливы, если он вас бьет? Значит, вы так же ему для чего-то нужны. Можно только гадать, для чего, но определенно нужны и нужны. А любви, как о желании делать человека счастливым, здесь речи не идет. Далее вы бежите, что мужчина у вас очень развращительный, вспыльчивый и агрессивный. С чем связаны такие черты его характера? С чем связано такое его поведение? Возможно, у него у самого есть определенные проблемы. Возможно, у него у самого есть определенные конфликты внутренние, которые точно нужно решать. Если так, то если мужчина хочет сохранить с вами отношения, ему в обязательном порядке требуется это сделать. Если он этого делать не будет, то он рискует вас потерять. Потерять навсегда. А то вам и нужно поставить своего молодого человека, собственно говоря, в известность. Вот, в принципе, то, что вам можно и нужно сделать. Давайте попробуем немножечко подытожить и как бы резюмировать все то, что я сказал. Значит, первое и самое главное заключается в том, что вы от него зависны. Вы ради чего-то терпите все его побои, крики, сыны ревности и так далее. Соответственно, у вас есть определенная личная заинтересованность в том, чтобы быть с этим мужчиной. Через него вы что-то получаете. Давайте подумаем, что именно вы через него стремитесь получать. Какие именно желания вы стремитесь удовлетворить. И чем, по вашему мнению, ваша жизнь обогатилась с приходом молодого человека в вашу реальность. Следующий важный аспект заключается в том, что самому молодому человеку необходимо восходить не одна беседа относительно измены. Если причина в этом, конечно, потому что непонятно, был ли он агрессивным, разразительным из причин до того, как вы ему изменили, или только после. Если до, то непонятно, почему вы ранее принимали его таким, а теперь перестали. Ставление на конца есть на причина вашей измены. И то, как молодой человек воспринимает ее. Потому что это очень важно. Вам нужно этот момент прояснить. Кстати, молодому человеку самому необходимо работать над своей уверенностью в себе, над избавлением от страхов, над преуменьшением своих комплексов и над обретением полноценности, независимости и над личностным ростом. Без этого невозможно ни одни нормальные истинные долгосрочные отношения. Далее. Вам в обязательном порядке нужно какое-то время побыть отдельно друг от друга. Потому что даже при прочих равных условиях, то есть при том, что вы будете работать с психологом, он будет работать с психологом. Если вы будете находиться вместе друг с другом, то привычные модели поведения дадут о себе знать. И это не позволит вам прийти к какому-либо результату. То есть с психологом вы отработаете, придете домой и окажетесь в привычной для себя ситуации, и привычные модели поведения вновь и вновь будут все разрушать. Обычно этого не нужно. И вам нужно побыть какое-то время на расстоянии друг от друга, чтобы осознать вообще, чего вы хотите. Каждый от другого. А вам лично стоит подумать над тем, насколько оправданно молодой человек вас бил, и будете ли вы это терпеть, прощали, почему вы это прощаете, почему вы это терпите и так далее. То есть вам тоже необходимо работать над своей самооценкой, над своей гордостью и самолюбостью. В противном случае, я повторю, нормальные отношения, благосрочные и несчастливые между вами, к сожалению, возможно, не будут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...